Всем привет! Сегодня будем играть в Xbox Series S на проекторе Everycom M8. У меня до этого был на 720. Это обновленная версия, которая подходит нам однозначно для игр по задержке. 26 мс это очень хороший результат и матрица здесь Full HD. То есть это говорит нам о том, что четкость изображения будет лучше и нам будет легче искать соперников, например, когда мы играем в какие-то стрелялки. Ну и в принципе вообще само по себе изображение стало лучше. Так что интересная очень модель, которая мне понравилась. Если что, ссылочки в описании на его обзор. Там посмотрите, подходит он вам или нет. Но в принципе игрушка очень неплохая. Если вам понравилось это видео, поставьте лайк, оставьте комментарий. Это лучшая благодарность для моего канала. Ну и конечно же подписка. Так что вот так. Сейчас мы и приступим к самой игре. Но первым делом я вам покажу, как он показывает при офисном освещении. То есть если мы, например, включаем люстру, у нас будет что-то похожее. Однозначно у этого проектора для игр яркости не хватает. Если мы будем играть в гонки, футбол еще более-менее нормально. Я думаю, что вы сами видите, ничего тут такого прям вау нету. Однозначно яркости не хватает. Если мы играем в стрелялки, то однозначно нужно, чтобы в комнате было вот так. Когда я выключаю свет, вот так и должно быть. Однозначно яркости здесь хватает. И я проблем никаких не увидел. Текст читается легко, без каких-либо проблем. Единственное, как я и говорил в обзоре, немножко левая сторона у нас получается под размытием. Так что вот так. Я думаю, пока у нас тут проблем нету. Но, как бы, я играл. Кстати, звук у проектора довольно-таки неплохой. Когда я играл в гонки, когда я играл в Battlefield, мне, в принципе, хватало звукодинамика. Да, конечно же, high-end никакого нет. На JBL колонку Bluetooth не похоже. Но достаточно для его цены и его размера. Вот так. И приступим, как обычно, мы к футболу. В футбол я играл примерно 2 часа и могу сказать, что мне все очень понравилось. Я имею в виду артефактов, потери кадров нету, задержка не чувствуется на трибуне. Зрителей видно хорошо, они не резкие, они четкие. И чем-то мне эта картинка напоминает наш проектор TD-96, который у нас в топе под кино. Я имею в виду, там было что-то похожее. Если будем сравнивать, конечно, может быть не так, потому что прошло уже где-то, не знаю, сколько дней с момента, когда я смотрел. Но я помню, просто мы там сравнивали TD-97 с TD-96, и вот у TD-96 вот такая трава и была. А у TD-97 она была такая кислотная. Так что вот как-то так получается. В целом, мне очень понравилось. Играется реально спокойно. Я думаю, что вы и сами видите, что с картинкой вообще ничего не происходит. Детализация просто на высшем уровне. Получается так, что если вдруг вы захотите брать с собой в командировку проектор, в принципе, это одна из интересных моделей получается. Он небольшой, Full HD, яркости для 100 дюймов хватает, но только в темном помещении, не при освещении. Потому что любой маленький свет уменьшит наш контраст на проекторе. То есть, картинка будет более светлая. И если у вас есть возможность сделать блок-аут шторы, он сам по себе не особо яркий, и он не будет сильно засвечивать комнату и получать обратно свой свет, то есть портит свою картинку. Я думаю, что здесь проблем больших не будет. Так что, однозначно, футбол играется вообще без проблем. Да, я, конечно же, опять включил в автоматическом режиме, потому что, ну, футбол трудно показывать и разговаривать. Так что, вот так. С футболом проблем однозначно я вообще не увидел. Рекомендую. В стрелялке я также играл и играл в Fortnite. По сети, однозначно, тоже могу сказать, что проблем вообще не было. Остался момент с прошлого моего обзора, то есть сравнения. И могу сказать, что тут вот горы, вижу все то же самое, детализация просто на уровне. И вы можете спокойненько бегать и играть. И вообще у вас проблем не будет. Да. Только попасть с этой пукалки не могу. Слишком сильно ее трясет. Вот. И пульки летят в разные стороны. Так. Где вы есть? Вот, смотрите. Вообще без проблем. Граната была. Где вы все есть? Ну, однозначно, я играл по сети в Fortnite. Играл, опять, как обычно, со своими снайперскими винтовками. И все у меня было отлично. Ну, вот, вот. Спокойненько. Без проблем. И самое, что интересно, четкость у проектора очень хорошая. И вы вдалеке спокойненько видите всех этих ботов. И, получается, уничтожаете их. Вон он, как легенько упал. Да. Была бы снайперская винтовка, я бы вам показал сейчас покруче. Но, в принципе, вот так. Однозначно здесь вот... Не знаю, мне хочется только хвалить этот проектор. Для игр он подходит, как по мне, идеально. Задержку я не почувствовал. Артефактов потери кадров здесь также не было. Играя в гонки, я также насладился. Специально выбрал Audi, чтобы понимать, что у него с красным. Однозначно проблем нету. Только чуть-чуть не хватает, в принципе, насычности, как я и говорил в обзоре. Играется просто идеально. Машина управляется вообще без проблем. Управление... Ну, она прям делает то, что ты ей говоришь. Через геймпад, конечно же. Вот, уже у нас 300, и она спокойно управляется. Это, если что, она довольно-таки легко... Ну, жопа ее вот в дрифт уходит, видите, без проблем. Только скорость переборщил. Ну, вот играется просто идеально. И, если что, сейчас приторможу, чтобы было попроще. Так, нажимаем ручник и включаем громкость. Добавлю до 50. Так, давай. Вот. Она должна хорошо журчать. Вот. Вообще без проблем. Мне кажется, этого звука хватает. Если вы будете, не знаю, где-то... Получается играть, то все будет отлично. Ну, я имею в виду, если у вас нет возможности брать с собой блютуз-колонку или еще что-то. То, ну, все четко. Однозначно рекомендую. Этот проектор для игр подходит 100%. Картинка идеальная. За те деньги, которые он продается, как по мне, просто супер. Ссылки на все в описании. Если понравилось видео, ставим лайки. Подписываемся на канал. Задаем вопросы. Я обязательно отвечу. Не забываем просить скидку от канала. Там же все в описании. Всем пока. Приятных просмотров. Кино на большом экране и также игр. Субтитры сделал DimaTorzok